Обычно об этой птахе вспоминают, когда обсуждают меню и произносят ругательства типа «куриная память». Но давайте сегодня посмотрим на необычные породы этих удивительных созданий. Польские куры – это группа хохлаток, которые ценятся за экстравагантный гребень и эффектную окантовку перьев. Они могут важно вышагивать на подворье, а могут красоваться в выставочных залах. Очень декоративны, дружелюбны, покладисты, отчего и стали всеобщими любимцами. Здесь мы видим серебряную ажурную польскую курицу, а также золотую – одну из самых красивых. Ее великолепный хохол выглядит будто корона. Иногда начесы с перьев закрывают птице глаза, но ведь красота требует жертв. Аямцимани – куры черные, как смоль не только внешне, но и внутри, и плоть, и кости. Даже кровь у них более темного оттенка, за что птицам приписывают мистические свойства. Лишь яйца с обычным белком и желтком, но кремового цвета. Говорят, что аямцимани – одна из самых древних пород на планете. Сладить с пернатыми индонезийками непросто, они любопытны, голосисты. От диких куриц, обитавших в джунглях и умевших постоять за себя, им достались смелость и бойцовский дух. Китайскую шелковую курочку или попросту силки называют еще улыбкой природы. Настолько она милая и пушистая. Она носит очень нежные шелковистые на ощупь перья. Их устройство отличается от перьев привычной нам птицы. Если не вдаваться в подробности, они не скрепляются между собой специальными крючками. Отсюда и их пушистый вид. Под богатой шубкой у силков черная кожа, и плоть у них тоже черная. Силки – прекрасные компаньоны и настоящие аристократы. Спокойные, отзывчивые, сдержанные. Любят ласку и с удовольствием забираются хозяину на руки, чтобы их погладили. Дамочки слегка неуклюжие, отчего выглядят еще забавнее. Сейчас стало модным заводить силков вместо кошек и собак. Петухи редкой и малоизвестной породы онагодори выглядят роскошно благодаря длиннющим хвостам. Их не выращивают для получения мяса и яиц. Истинное предназначение длиннохвостой курицы – услада для глаз. Хвостовые перья онагодори растут на протяжении всей жизни, увеличиваясь в год примерно на метр. И достигают у лучших представителей 12 метров. Главная особенность малазийской серамы – ее крохотный размер. На сегодняшний день это самые миниатюрные курочки в мире. Вес взрослых петушков редко превышает 650 граммов, а несушки в два раза меньше. У нее оригинальный внешний вид. Поскольку туловище поставлено практически вертикально, хвост поднят под углом 90 градусов, а шея выгнута по-лебединному. Чем вертикальнее положение тела и сильнее изгиб, тем породистее птица. Еще одна интересная порода – мэнкс, рампи, бесхвостые куры. Родом они из окрестностей Персидского залива. Увидев их, фермер нашел сходство с бесхвостой кошкой мэнкс. Так и появилось их название. Очень самостоятельные птички о пропитании могут позаботиться сами. Куры разновидности Брама одни из самых массивных. Их называют великанами, а также королями среди куриных пород. Согласитесь, размеры некоторых особей просто поражают. Но главное их достоинство – длинные, до самых пальцев, расклешенные книзу штанишки, благодаря которым Брама отлично переносит холод. Оппенцеллер – редчайшая порода домашних кур родом из Швейцарии. Они привлекают заводчиков V-образным гребнем и лохматым хохолком. Такой прическе могли бы позавидовать современные модники и модницы. Птицы свободолюбивы и держатся стайкой со своей семьей, заботясь друг о друге. Арауканы – родом из Южной Америки. Это одна из самых оригинальных пород кур в мире. У тех, кто видит их впервые, вызывают удивление пучки перьев, торчащих от мочки уха, как пышные гусарские усы. Арауканам немецкого типа добавляет шарма еще и отсутствие хвоста. Но самая главная особенность арауканов – это их яйца с голубой и зеленой скорлупой. Га Донг Тао или слоновые куры выведены во Вьетнаме 600 лет назад и весят до 8 килограммов. Раньше их разводили для королевской семьи, теперь в декоративных целях. Это самые дорогие куры в мире. Осталось всего 300 слоновых кур и парочка обойдется любителю экзотики в 2000 долларов. У Га Донг Тао огромные массивные лапы. У петухов они достигают 7 сантиметров в диаметре, а у куриц не более 5. Согласитесь, куриная тема не ограничена чикенбургерами, а удивлять многообразием пород способны не только собаки и кошки. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписка и колокольчик – это лучший подарок от вас для меня. Всех поздравляю с праздниками, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok